Приветствую вас, вы знаете, я читаю ваш текст, поначалу подумал, что вы, в общем-то, стали жертвой такой, знаете, динамщицы, да, такой, ну, нечестной женщиной, которая манипулирует мужчинами. Не сказать, чтобы я, не сказать, что я изменил своё отношение, да, то есть первое отношение, что я сформулировал, первое впечатление, которое я составил, оно было, наверное, таким, примерно, вот, оно таким и осталось. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, есть несколько важных нюансов, на которые я бы хотел обратить ваше пристальное внимание. Ну, потому что, мне кажется, это важно, мне кажется, это очень важно. До того, как вы писали про ресторан, да, до ресторана, все было здорово. В принципе, я думаю, что вы до ресторана поступали правильно, хорошо и так далее. Ну, то есть, действительно, адекватно. Но, то, что произошло дальше, навело меня на мысль о том, насколько вы сами в себе уверены вообще. Потому что, ну, знаете, есть у меня сомнения относительно того, насколько вы именно в себе уверены. Вот, есть у меня такие сомнения и сейчас я поясню, почему. Значит, девушка сказала, что мы же просто друзья. Она расстроилась. Видите вы. Расстроилась, ну, и что, что расстроилась. То есть, ну, расстроилась и расстроилась. Вполне возможно, что человек для нее действительно дорог был и есть, и предлагал ей руку из сердца. И вообще, она привыкла к нему, возможно, скорее всего. Но, то есть, расстройство здесь, в данном случае, ну, очень, в общем-то, естественно и нормально. Если она, ну, действительно к нему привыкла и привыкла к тому, что человек, там, ну, для нее какие-то вещи делал и так далее. То есть, нельзя просто так вот делать, да, и от человека, грубо говоря, отказаться. Вот, это невозможно, это тяжело. Давайте проследим за тем, что вы пишете. Заметьте, она вам все рассказывала и не скрывалась от вас. Не скрывала от вас свои разговоры с ним и так далее. То есть, она достаточно честна. Она просто называет только то, как вы увидели переписку ее с другим мужчиной. Так, значит, смотрите. Так. Сейчас я найду это. Вот, вы пишете. Спустя неделю, надеюсь, я отвел ее в ресторан. Где-то человек опять ей позвонил, и она при мне с ним разговаривала с такой удручающей интонацией, с таким расстройством. Она ему сказала, что мы не друзья. И так расстроена, как будто потеряла любимого человека. Вот здесь уже идет ваша неуверенность в себе и ревность. По факту. То есть, ну, этот человек действительно для нее не чужой. И вы, как бы, вот, именно в этом конкретном случае, вы, ну, к сожалению, проявили себя, как недостаточно уверенного в себе человека, недостаточно уверенного в себе мужчину. Потому что, ну, она сделала, как вы, как вы сказали, она сделала, как вы просили, с чего вы решили, что она должна быть этому рада, например. Тем более, что человек она знает очень давно, давно. Ну, то есть, вот, не очень мне понятны вот эти вот ваши, ваши представления. То есть, я понимаю, что неприятно, когда твоя девочка пишет любовные письма, это понятно. Но если уж она делает так, как вы хотите, то если уж она, как бы, пытается реализовать ваше желание, пусть это, может быть, и не, ну, не радует ее, но она это делает, это по вступке. То мне кажется, это, как минимум, достойно того, чтобы, ну, чтобы, если не быть благодарным, да, то хотя бы уважать человека за то, что она сделала, вот. То есть, здесь, вот, на мой взгляд, несколько странное ваше поведение, да, то есть, ну, то, что вы обратили внимание на ее утручающий, расстроенный тон. Вот. Тут, вот, обратите внимание на то, вот, с чего вы решили, что она будет рада. Ну, вот, может быть, эти любовные сообщения, которые она получала от него, и не значит ничего вообще. Дальше. Ага. Так, спустя два дня я опять увидел смс, где он опять члетает всякие цветочки, сердечко, но уже не пишет слова по типу любимого. Ну, опять же, вы ожидаете, вы ожидали чего, что он перестанет ей писать сразу, или что, тем более, что она не дала ему прямого ответа, или что. Вот. Вы стараетесь как-то свою позицию по этому вопросу более четко сформулировать. Если вы считаете, что он сразу должен был вести себя так, как вы хотите, то тут возникает вопрос о том, что вы сделали для этого. Именно вы что для этого сделали. Именно вы. То есть, вы же понимаете, что именно она, девушка, все делала здесь за вас. Ну, то есть, можно было взять номер телефона мужчины и позвонить и поговорить самому. Вы этого не сделали. И я вас не обвиняю, опять же. Я просто говорю, что от девушки вы требуете какого-то поведения, да? И вы ожидаете той реакции, которая, ну, которая, по-вашему мнению, должна быть. При этом забывая о том, что у других людей может быть совсем другая реакция. И у меня вот это вот вызывает к вам вопросы. Вы ориентируетесь на себя и судите по себе. Или вы все-таки ориентируетесь на других и стараетесь замечать и ценить то, что чувствуют другие люди. Так, я ей сказал, чтобы с этого она сделала свой выбор, так как из-за нее страдают все трое человек. Я, она, это Дима. Так, ну, понимаете, вот я, если честно, не знаю, как вы иногда проагируете, но... Скажу так. Ставить человека перед выбором практически всегда означает манипулировать им. Хотите вы этого или нет, это означает манипуляцию. Манипуляцию. Манипуляцию этим человеком. Сознательную, бессознательную лиги, неважно. Манипуляция. Просто манипуляция. Вот. И, соответственно, то, что вы сделали, это называется манипулирование. Человеком. То есть, нельзя оставить человека перед таким выбором. Особенно, если вы знаете, видите и чувствуете, что она не готова этот выбор сделать. Вы знаете, что она не готова выбор сделать. Я в этом, ну, я в этом более чем уверен, что вы в курсе, что она этот выбор сделать не может. Вот. Но, тем не менее, все равно ставите ее перед ним. Вот, что говорит о том, вообще, а как вы к ней относитесь и хотите ли вы вообще, чего вы хотите, ну, чего вы хотите от нее. Что вы ее любите, ну, я не знаю, как с ней очень похоже, что вы ее любите. Потому что отвел в ресторан, поставил перед выбором. Ну, это, знаете, не очень такое, любовно-ориентированное, скажем так, поведение. Особенно, конечно, отвел в ресторан. Знаете, как говорят, сводил девочку в ресторан. Вот, сводил там недалеко и до выгулил, например. Ну, вы же понимаете, что это как-то очень скверно звучит. Вот. То есть, ваше отношение к девочке какое? Допустим, не нравится вам, что она общается там с другим? Да, не нравится. Ну, в принципе, это ваше право. То есть, ваше право не принимать того, как она себя ведет. Еще раз повторяю. Это ваше право. Прямое и неотъемлемое. Но. Но. Простите. Ваше право, да, ваше право, только для себя. То есть, только то, что касается вас. И все. Не больше и не меньше. На самом деле. То есть, нельзя, чтобы ваш комфорт здесь как-то вот, знаете, был поставлен во главу угла. То есть, девочка, она, ну, она не должна отвечать за ваш комфорт. Они должны отвечать за ваше спокойствие. Понимаете? Это, как бы, ваше прерогатива. Поэтому вы могли бы, вы могли бы отойти, например, в сторону, если, ну, если, ну, если, грубо-грубо говоря, вам не нравится, да, как вот она ведет себя с ним. А на детстве как просто, ты, ты разберись, в общем, пока что. А я пока, там, позанимаюсь, ну, своими, своими делами позанимаюсь, короче. Ну, вот. А ты пока разберись с кем вообще, с чего ты хочешь, что тебе нужно. Вот. Это справедливо. Понимаете? А вот то, что делаете вы, ну, я не знаю, это очень похоже на манипуляцию. Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь вот можно дать именно вот такой комментарий. Дальше. Значит, она никак не может выбрать, говорить, что я это любовь, а Дима это друг. Как я понял, что бы... В итоге я ей сказал выбирать, либо он, либо я, на что она мне вступлечь проявила, что она же со мной, а не с ним. Она бы, если бы она хотела быть с ним, она бы, если бы она хотела быть с ним, на то, давно поехала домой к родителям, а то, где он там рядом сейчас живет. Ну, надо сказать, что, в общем, ее... Слова, они, ну, как бы... Не лишены смысла, знаете, то есть вы... И по какой причине, собственно, не поверили, что ей? Вы по какой причине решили, ну, как бы, как бы не верить, что ей? И вот, мне интересно, интересно этот момент. Вы по какой причине не прислушивали, не прислушивали, не прислушивались к тому, что она говорит? Что вы сами чувствуете в этом, вот, в данном случае, в данном моменте, какие у вас эмоции? Вот, девочка говорит, в принципе, вещи довольно-таки, ну, такие, знаете, достаточно здравые. Здравые. То есть я не могу сказать, что это прямо правильно, что сама говорит, но, видишь, она говорит довольно здравые. И я полагаю, что игнорировать подобное, ну, как минимум, не стоит. Если, опять же, если вы, если вы уверены в себе на самом деле, вот. А, как я уже сказал, у меня есть основания полагать, что вы в себе, ну, не совсем уверены. Вот. И если это так, если это так, то работать нужно в первую очередь именно с этим. Работать нужно в первую очередь с тем, почему вы в себе не уверены. Дальше, вы пишете, я не выдерживаю всего этого дебилизма, а в чем дебилизм, разрываю отношения. Ну, это ваше право, ваше право, это ваш выбор. С первого дня она мне пишет, говорит, что любит, говорит, что если я докажу, что она, может быть, вам не уверена, тогда нам, типа, перестанет такое позволять. Ну, опять же, опять же, можно сколько угодно, да, говорить о том, что это манипуляция с ее стороны, там и так далее, но, раз уж у вас с ней какие-то отношения все-таки были, да, все-таки есть отношения, то, я полагаю, что, в общем-то, справедливо будет, если вы у нее спросите, ну, хорошо, вот ты говоришь, значит, доказать тебе, тебе, что ты можешь быть вам не уверена, да, а как ты можешь доказать мне, чтобы я был к тебе уверен, то есть, ну, вот, равенство должно быть, понимаете, в данном случае, а человек чего-то требует от вас, ну, хорошо, требует, значит, это его, как бы, это его право, это его выбор, вот, и вы можете, в общем и целом, ответить на его, такой вот, грубо говоря, на его выбор, вот. Дело на самом деле не в этом, дело на самом деле, на самом деле только в том, чего вы хотите, вот, вот, вот в чем дело, дело, то есть, она хочет, чтобы вы доказали, хорошо, как, как вы должны ей доказывать, вы вообще, вот, начнем с главного, вы ей вообще доказывать что-либо хотите, если да, то замечательно, в таком случае просите, что ей нужно и доказывать, но обязательно, обязательно нужно, чтобы она вам, со своей стороны тоже дала какие-то гарантии, чтобы она вам, ну, все-таки, сказала, на что вы можете рассчитывать, да, с ее стороны, чтобы не было игры в одни ворот, ворот, чтобы, если, вот вы что-то делаете, надо для нее, чтобы вы были уверены в ней, хотя бы на тот период, пока она, ну, пока вы ей доказываете, вот. Я думаю, что, вот так, примерно, можно будет здесь поступить, но опять же, только после того, как вы поработаете со своей неуверенностью в себе. Так, в итоге, я пришел к такому решению, либо она вообще с ним и заканчивает эти дружеские отношения, либо у нас не будет никаких отношений, хотя сама говорит, что хочется от меня ребенка и любит меня. Нет, нет, Максим, вы не имеете права ставить девочке такие условия. Это вот еще один пунктик в плюс к вашей, значит, к вашей неуверенности в себе, если можно так выразиться. Это еще один пунктик. Потому что подобные условия дают плюс только вам и не дают никаких плюсов девочке. То есть, слишком напряжными могут стать для нее отношения с вами. Да, она общается с другим. Да. Это, ну, не есть хорошо. Да. Это так. Это действительно так. Это не есть хорошо. Но, простите, я не думаю, что подобным запретом, да, то есть запрещая что-либо ей, вы добьетесь результата. Я не думаю, что она может быть в вас таким образом уверена. В вас таким образом быть уверена. Потому что это не уверенность вселяет подобное поведение, а скорее наоборот. Чувство, что вы пытаетесь ее просто починить и обездвижить. Дальше. Так, при разговоре с ней я понял, что она спала с ним и сейчас сама говорит, что один раз в ее телефоне есть фотографии, где они стоят вместе. И что, я не понимаю. Я, в принципе, такое свингерство не признаю. А где вы здесь свингерство увидели? Тоже непонятно. Вот скажите, что мне делать. Сказал. Верить ей, это ваш выбор. Вперва нужно верить в себе. И вообще, что делать-то? Что мне делать и вообще, что делать-то? Одинаковые вопросы, Максим. Считайте. Что мне делать и что вообще делать-то? Девочка позволит с собой быть. Чтобы она делала то, что хочет. Значит, сами делайте для нее то, что хотите. Спросите, что ей нужно. Вот. Ну, то есть, что ей нужно. Для того, чтобы быть уверенной в вас. И, собственно, проскиньте мозгами, можете ли вы ей это дать. Вот. Если можете, дайте. Если можете и хотите. Но не надо бросить ничего в доме. Не надо оставить какие-то условия, это уже не любовь. Это уже коммерция какая-то. Мать. Вот. Насчет свингерства... Ну, я еще раз повторяю, я не увидел здесь свингерства. Никакого. Тогда она с ним спала. И что? Она спала с ним когда? Во время... Во время отношений с вами или когда? Если во время отношений с вами, да, это плохо, это неприемлемо. И даже говорить не о чем. Если она спала с ним во время отношений с вами, то, соответственно, она не может с ним общаться, потому что это ее любовник, по сути. Вот. А если... Соответственно, она осталась с ним до того, как вы познакомились, то она имеет полное право. До того, как вы начали встречаться, точнее. Так что, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь нужно не спешить с выводами, да. И, на мой взгляд, здесь нужно сперва поработать с собой, с тем, чего хотите вы, с тем, как вы воспринимаете девушку, вообще, как вы ее воспринимаете, как вы ее видите. Вот. И уже потом, уже потом, уже потом, решать, что будете делать. Потому что, пока это очень-очень-очень, очень, очень такое себе, что чтобы делать. То есть, какой-то, я не знаю, какой-то контроль, какой-то контроль, какие-то условия. Вот. Для чего, зачем, кому нужны эти условия. Приятно ли вам самому будет, в таких отношениях, в таких условиях, строить взаимодействие с девушкой. Вот. Притом-то, вы даже еще не женаты. Нет. Нет. Вы понимаете? Вот. То есть, я рекомендую вам, ну, вот, на эту тему, как следует, как следует подумать. Вот. И, уже исходя из этого, уже, что-то для себя, открывать, что-то для себя решать. Заметьте, именно для себя. Не для другого человека. Не за нее. Да? Именно для себя. Только так. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Я забыл. Я забыл. Смотрите. Продолжение следует...